здравствуйте наши дорогие зрители читатели и почитатели канала континент сегодня 25 марта и я игорь туфельд ознакомлю вас с последними новостями которых на самом деле очень много и большинство из них достаточно хорошие новости я заранее благодарю вас за ваши комментарии за ваши лайки за поддержку нашего канала и конечно же за подписку и так самое главное событие сегодняшнего дня апелляционный суд нью-йорка продлил срок внесения залога для рассмотрения апелляции дональда трампа по поводу его штрафа в размере 454 миллионов долларов который был утвержден нью-йоркским судом судьей энгароном и прокурором генеральным прокурором штата нью-йорк летицы джеймс кроме всего прочего сумма залога была снижена с 454 миллионов долларов до 175 плюс 10 дней от срочки после этого суд начнет заниматься рассмотрением этого дела и таким образом возможно будут приняты еще дополнительные положительные решения но не будем забегать вперед дождемся 10 дней середина следующей недели и расскажем вам об этом соответствующим образом напомню что во время суда на котором было вынесено решение о штрафе в размере 454 миллионов долларов судья несколько раз отвергал требования адвокатов трампа о пересмотре дела и на самом деле как считают эксперты это серьезный удар по репутации самого судья энгарона в том что апелляционный суд а принял такое решение именно в тот день когда истекал срок внесения залога это означает что апелляционный суд признал возможным и по всей вероятности обнаружил некие нарушения которые были процессуальные нарушения которые были приняты во время вынесения приговора и ведения самого процесса как мы помним судья энгарон несколько раз отклонял требования адвокатов трампа и даже отказался рассматривать документы которые предоставила его юридическая группа на самом деле сегодня вечером на нашем канале выйдет программа лены пригвой с адвокатом борисом палантом которые более подробно расскажут вам об этом беспрецедентном на мой взгляд решении апелляционного суда нью-йорка премьер-министр израиля бениамин натаньягу отменил свой визит вашингтон который должен был состояться на этой неделе причиной этому было беспрецедентное решение которое было принято в совете безопасности оон дело в том что соединенные штаты америки могли воспользоваться своим правом вето и таким образом заблокировать принятие решения о немедленном прекращении огня в секторе газа причем при принятии этой резолюции соединенные штаты америки не только не воспользовались правом вето но и даже не настаивали на том чтобы в эту резолюцию была включена был включен пункт о немедленном освобождении заложников таким образом ситуация вокруг отношений израиля и соединенных штатов америки начинают сгущаться еще больше чем после выступления представителя и лидера большинства демократической партии в сенате чака шумера кстати здесь я хочу добавить довольно интересный нюанс на прошлой неделе буквально в субботу или даже в воскресенье утром состоялось интервью с бывшим премьер-министром израиля иудом больно там напомню что иуд ольмер стал премьер-министром после того как ариэль шарон будучи премьер-министром ушел в отставку из партии ликут создал свою партию кадима которую сразу возглавил и многие члены партии ликут вышли из этой новой новосозданной шароном партии включая бениамина таньягу и еще нескольких ведущих политиков сегодняшнего правительства израиля иуд ольмерт остался в партии кадима и буквально через несколько дней после этого шарон впал в кому в результате второго инсульта и таким образом ольмерт стал премьер-министром после этого он был осужден израильским судом за получение взяток в особо крупных размерах и провел некоторое время в израильской тюрьме так вот во время своего интервью один из вопросов который был задан ольмерту была просьба прокомментировать заявление человека шумера в отношении попытки или по крайней мере объяснения того что единственный выход из военной ситуации который не в состоянии управлять нынешний премьер-министром таньягу новые выборы в израиле то есть по сути дела вмешательства внутренние дела израиля иуд ольмерт ответил со свойственной ему прямотой направленной на дискредитацию позиции нынешнего действующего премьер-министра бениамина на таньягу он сказал что чак шумер абсолютно прав чак шумер большой друг израиля и всегда будет отстаивать интересы израиля вот в этой ситуации мне просто интересно каково ваше мнение по поводу этого я кстати сегодня опубликовал пост на фейсбуке в котором известный адвокат юрист и политолог марк левин комментирует выступление шумера поэтому зайдите ко мне на страничку и посмотрите этот довольно интересный комментарий я не буду повторяться а продолжу дальше на ольмерт просто в своих речах в очередной раз показал настрой левого лагеря который пытается всеми неправдами сместить действующего премьер-министра израиля победившего на выборах большинством голосов и таким образом снова вернуться к тому состоянию в котором израиль находился до кровавой трагедии 7 октября то есть массовым демонстрациям протестом и блокированию дорожных и транспортных путей для того чтобы свергнуть именно свергнуть законно избранное правительство вам что-то это напоминает мне да идем дальше бывший председатель республиканской партии рона макдониэл макдониэл которая ушла в отставку и на этом посту ее сместила невестка сменила извините невестка дональда трампа лара трамп была принята на работу в компанию nbc по сообщениям которые прозвучали сегодня в программе view взгляд ее заработная плата составляет 300 тысяч долларов в год но дело не в заработной плате в принципе и телевизионные компании в америке впрочем также как и в других странах платят довольно высокие зарплаты своим служащим а тут еще а такое такая манна небесная посланная им в виде бывшего одного из бывших руководителей партии республиканской партии в своем первом интервью на этом канале программе пресс-клуб рона макдониэл заявила о том что она считает что люди которые осуждены за якобы восстание 6 января должны быть признаны виновными и абсолютно не согласны с мнением дональда трампа который заявил о том что если он станет президентом подавляющее большинство этих людей будет амнистирован на самом деле интересный факт заключается в том что находясь на посту председателя рона макдониэл говорил о том что 6 января не является восстанием и что люди осужденные по этой статье невиновны также она говорила о том что выборы двадцатого года были фальсифицированы и вот сейчас она вновь говорит совершенно обратное но на самом деле тут нечему удивляться потому что во первых зарплата достаточно высокая во вторых ее мнение учитывается компании nbc как одно из инструментов давления и возбуждение общественного мнения против президента дональда трампа который продолжает лидировать по всем опросам несмотря на его судебные преследования и таким образом продолжает возглавлять республиканскую партию и опросы общественного мнения практически во всех штатах единственный штат в котором он идет нос в нос или голова голове с байденом 46 процентов у трампа и 46 процентов у байдена это штат пенсильвания очень важный штат колеблющийся штат в котором как я напомнил двадцатом году дональд трамп на 10 часов вечера день выборов лидировал с отрывом 800 тысяч голосов после этого в штате пенсильвания на избирательном участке прорвало трубу канализационную участок закрыли и после того как несколько часов пытались ремонтировать там канализационные неполадки неожиданно байден вышел вперед и таким образом победил штате пенсильвания а на другом участке в том же самом штате вдруг принтере кончились чернила неожиданно и тоже вся польза которая была от смены чернил закончилась новым новым лидером которым стал джо байден но вернемся к сегодняшним событиям и сегодня кстати говоря 25 марта должен был начаться еще один суд против дональда трампа касающийся выплате денег порно звезде stormy daniels но как оказалось в этой ситуации адвокатам удалось доказать что они получили дополнительные 110 страниц которые требуют тщательного изучения причем эти данные эта документация не могла быть получена раньше не из-за их задержек а из-за того что федеральные службы всяческими путями пытались заблокировать выдачу этих документов так или иначе на сегодняшний день этот процесс перенесен на 15 апреля но адвокаты трампа будут настаивать на дальнейшем переносе этого судебного заседания сенатор республиканец из штата северная каролина том тилес один из инициаторов запрета китайской компании тик ток получил несколько писем с угрозами о его физическом уничтожении том тилес прокомментировал эти события на нескольких каналах и заявил что это остановит его стремление полностью запретить эту китайскую компанию соединенных штатах америки которая по его утверждению и по мнению многих других экспертов занимается сбором информации в отношении частных лиц граждан соединенных штатов америки и использует это в своих личных целях один из представителей находящихся в руководстве охраны границы техасе пограничной службы заявил что постоянное нашествие нелегалов на территорию соединенных штатов америки является реальной угрозой безопасности национальной безопасности сша и граждан которые поживают не только в техасе но и на территории всей америки территориальной америки по крайней мере так заявил он видимо до гавайев и аляски добраться нелегалом непросто собственно говоря да нет прямого сообщения и границы с мексикой и другими странами там не существует так или иначе события которые происходят сегодня достаточно важны и в принципе трактованы экспертами как события которые впервые немножко разворачиваются в сторону президента трампа являясь для него положительными и в результате можно сказать что мы увидим что в каких-то по крайней мере отдельных вещах правосудие будет торжествовать ну а вишенка на торте будет касаться недавнего праздника который закончился вчера вечером праздника пурим а в свое время в книге эстер которая известна как магилат эстер в последней главе где перечисляются 11 сыновей амана которые были повешены фигурировала три маленькие поэт на иврите полагается во время чтения магилат эстер произнести имена этих а сыновей на одном дыхании последним сыном которого повесили считался самый неразумный самый глупый глупый а сын амана по имени вайзата а в его имени была буква z а заин он по на иврите который тоже не имел никакой интерпретации и вот один из раввинов где-то в начале 50-х годов нашел этому довольно интересное объяснение три буквы тавшин заин который фигурирует в именах амана отражают 1947 год по календарю что произошло в 1947 году в 1947 году состоялся состоялась казнь по приговору нюрнбергского трибунала в результате которого 11 нацистских преступников были повешены 11 сыновей амана 11 нацистских преступников последним кто взошел на эшапот нюрнберге был юлиус штрайхер который считался нацистской партии самым глупым и тупым нацистом еще одна параллель между майзатой и юлиусом штрайхером на этом я заканчиваю сегодняшний выпуск еще раз благодарю вас за ваши лайки комментарии поддержку нашего канала и конечно же за подписку с вами был игорь туфельд до новых встреч всего хорошего все реальен упал опил krit упал бал